Всем привет! Это я у нас с вами Семь, и сегодня мы покатаем, посмотрим на пробитие Е25. Сделал одну ВВТ-аху, в общем-то она такая, сразу все в одном, потому что, ну собрала только два танка, вот, мы уже протестировали КВ-4 ИС-3, А, значит, ИС-3 не пробивается в лоб вообще никуда, ни ББ, ни голдой, ну там голдой только совсем в упор, вот, а КВ-4, значит, пробивается, КВ-4 пробивается голдой и только вызываемые места, ну в лоб, а в борт пробивается, через раз они пробиваются, так себе очень слабенько, вот. То есть, как бы, ну, собственно, сейчас посмотрим, что с Амерами, видите, в уязвимые места всякие хитрые, хитрые, они шьются, ну вот, например, Амер, да, КТ, например, вот он, а, под углом стоит, сейчас я подъеду так, чтобы он стал ровно ко мне, 160 метров, нормально, поедем поближе, мимо, вот, видите, то есть в уязвимые места вот эти танки шьются, то есть Амер, что-то прям в лоб, еще спокойно, сейчас подъеду, подъеду, вот, смотри, в нижнем гранилисте, тигр не шьется, попробуем голда, что сделать для ЛДАСМИ? Полда шьет в лоб, ну-ка, если просто в лоб, в лоб просто не шьет, ну, Амер, шьется в лоб спокойно, так, значит, теперь... А, значит, сейчас они встанут бортом, посмотрим, что. Значит, ну, вообще, что с пробитимой бытой? Седьмой левел шьет, то есть седьмой левел реально пробивается, вот. Седьмой пробивается, в принципе, в любое место, в восьмой пробивается только в противоизимые места, голдой, ну, скажем, в борта пробивается, в лоб плохо. Вот, то есть, ну, с трудом, совсем с трудом, но, смотри, какой танк, вот, я думаю, что 3-4 я буду пробивать в любое местечко, пашню, 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 вот, а вот, например, тигра, у тебя тоже, как, побивая. А, сейчас всем напишу, что он пашню. Пашню прямо, потому что, ну, я хочу встретить в лоб башню. Ну, взад мы проявлять не будем, на защиту. Какая есть еще хорошая способность этой ПТ, это вот в чем. Значит, я могу подъехать прямо к цифру. Он попробует по мне пострелять. Так. Вот. 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 То есть вот видите, еще минус, какой минус, я не могу ничего с ним сделать, если он стоит в таком плинче, то есть у меня шансов нет. А, и еще, вот смотрите, видите, он пишет, что я не могу попасть, потому что я слишком низкий, то есть у него не опускается дуло настолько, насколько я есть. То есть я реально маленький и хитренький, то есть смотрите, насколько я маленький, да? То есть если вот так кончевать с тяжем, то в принципе, грамотный везде, он тебе ничего не сможет сделать. Ну и дуло просто не опускается. Вот, то есть... Значит, ну что я могу сказать? Видите, амер тоже пробивается через раз, то есть вот я там на 150 метр пробивал, а сейчас я у меня пробиваю. Ну, скорострельность 2,5 секунды, конечно, это круто. Но все-таки пробить, вот видите, цигра я не могу что сделать, с такой простой, вообще ничего, просто... Это могу от него скататься за амером, который я могу играть сзади, сюда. Все спокойно пробиваю картонный амер, я пробиваю спокойно тигры, обычная тигры, королевича вообще не пробиваю никуда, просто не пробиваю, но это надо выцеливать. Все эти выцеливай, я могу. Кого из восьмых лейла? Так, ну давайте перечислим, 69-ка пробивается, естественно, 90-к пробивается. Давайте проверим, насколько пробивается наша арта, наша арта, точнее. С тигриками стрельнет, может быть убьет, может быть не убьет. Видите, он меня пробил, то есть прям в маску, прям в маску выйдет, ну вообще прям нет. Вот. Значит. Так, ну, далее. Тигр королевич плохо шьется, лев с амером шьется хорошо в лоб, то есть, ну, лев, скажем так, через раз, но все равно шьется неплохо. Ну, я вижу, мили 48-я, там всякие ПТ шьются очень с трудом, то есть это только голда. Вот. Ну, так как бы только с помощью голды реально пробить кого-то. То есть, без голды практически невозможно пробить. Поэтому, в общем, такая вот ПТ-шка интересная довольно. быстренькая, прикольная ПТ-шка, как фармит. Ну, в среднем, наверное, в районе 25 тысяч у нас. Фармит, я на ней сегодня поиграл. Ну, если, если на ней реально играть, что-то наносить. То есть, у меня был каждый бой дамаг выше, там, 850, где-то 900. Если наносить вот так стабильно, да, то в районе 35 тысяч можно спокойно вытаскивать за бой. Даже независимо, там, поражение. Ну, в среднем. То есть, поражение, выигрыш и так далее. А, в принципе, если играть довольно пассивно, так ничего особо не делая. Ну, 1015 с премом, я думаю, вы вытащите из нее. Вот. Ну, как бы, вот так. Вот. Мне сегодня помогали в этой тренировке игроки. Файдер 33 и Милхалимов. Им большое спасибо. Вот. Ну, что ж, мы посмотрели ПТшку эту. Я думаю, она вам понравилась. Прикольная, интересная. Довольная. Неплохая. Может быть, может быть. Есть смысл ее взять, но тем, у кого, как бы, нету, либо, либо нет прям техники, либо чисто для фана. Например, у вас стоит, там, Лев или Амер какой-нибудь, Т-34, там, Перш. И взять чисто для нее, как вторую фановую машинку, чисто покататься. У меня такая фановая машина СУ-12244, но я, честно говоря, все равно бы, даже если у меня был выбор между Е-25 и СУ-12244, я бы взял СУ-12244. У нее интереснее пушка намного. Маневринг, да, маневринг тут повыше и так далее. Но все же мне как-то ближе пушка с большим дамагом, чем с большой скорострельностью. Все, всем спасибо. Пока.